ПЛН представляет Главные новости недели Мнение и комментарии Эксклюзив и качественный анализ Полная и объективная картина региональной политики В программе «Гонки по вертикали» с Александром Савенко Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио ПЛН-ФМ программа «Гонки по вертикали» У микрофона автор, главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко С обзором событий политической жизни за неделю И вначале коротко о центральных темах этого выпуска Курск? Нет-нет, не слышали Как псковские политики и региональное отделение всероссийских партий Реагируют на главные события в российской жизни Очевидное, невероятное Прикиньте, до выборов две недели А никого еще толком и не сняли Что происходит на финишной прямой муниципальной избирательной кампании? Свободный микрофон на ПЛН-ФМ Следуя принципам свободы слова Редакция дает возможность высказываться Представителям всех политических сил В прямом радиоэфире продолжаются круглые столы и дебаты Темы этих дней 25 лет эпохи Владимира Путина И выборы в городе Пскове Об этом и многом другом будем говорить сегодня в программе Гонки по вертикали Поехали! Гонки по вертикали Как и в предыдущем выпуске, стартуем с курских событий Вот уже две недели Тема вторжения украинских войск на территорию России Противостояния и эвакуации населения Остается центральной в средствах массовой информации Телеграм-каналах, социальных сетях, да где угодно Параллельно в регионах страны продолжается сбор И отправка в Курскую область И на другие приграничные территории гуманитарной помощи И вот, давая ответ на прозвучавший в анонсе вопрос Как псковские политики и региональное отделение партий Реагируют на эти главные пункты актуальной повестки Следует отметить, что многие представители Псковского политического класса Так или иначе откликнулись на призывы Из федерального центра помочь соотечественникам Наиболее заметна тут деятельность псковских единороссов Сбор помощи, по словам секретаря регионального отделения партии Депутата Государственной думы Александра Козловского Организован псковскими организациями Единой России И Союза машиностроителей В отчетах об отправке грузов Видим и секретаря Псковского городского отделения партии Экс-руководителя Псковского управления МЧС Валерия Филимонова Других членов и сторонников организации При этом, как и прежде, более других заметно в этом направлении Активист-волонтер, депутат Псковской гордумы от Единой России Олеси Михачева Также собирают и отправляют гуманитарную помощь Псковском отделении Либерально-демократической партии России Руководитель регионального отделения партии Справедливая Россия за правду Олег Бричак Разместил у себя в социальных сетях партийное объявление О сборе средств для помощи жителям Курска, Белгорода и Брянска В целом, по действиям политиков, ситуация мало чем отличается от той, Что мы наблюдали при сборе гуманитарной помощи в Белгород, ДНР Или куда-то еще в зону проведения СВО Что касается комментариев и рассуждений, то тут, как и прежде, можно сказать заговор молчания Объяснение этому может быть сколько угодно От самоцензуры и нежелания что-то говорить в силу непонимания сути и масштабов происходящего До страха понести ответственность за неосторожно сказанное слово Хоть в рамках уголовного кодекса, хоть по партийной линии Тебя я понял, умолкаю, не то по шее получу и подвиг свой не совершу Так или иначе, тишина Хоть как-то комментируют происходящее единицы Скажем, внесенный Минюстом в реестр иностранных агентов зампредседателя партии «Яблоко» Лев Шлозберг И тут обращаем внимание на его публичные заявления, которые, как уже отметили мои коллеги Обозреватели Псковской ленты новостей, даже недоброжелатели «Яблочника» Посчитали патриотичными и правильными На фоне откровенно злорадных комментариев критиков режима Из числа иммигрантов по поводу событий в Курской области Псковский оппозиционер высказался в том смысле Что любой, кто радуется захвату российских территорий И убийству российских граждан Не должен больше считать себя российским политиком Что касается наших псковских региональных деятелей То практически никто из них прямо ничего не комментирует Не высказывает своего мнения Не пытается как-то объяснить происходящее И установить причинно-следственные связи В лучшем случае видим у псковских политиков Репосты публикаций старших партийных товарищей Как, например, у регионального координатора ЛДПР В Псковской области Антона Минакова Который на неделе выглядел исключительно проводником партийной линии Помимо того, что он поддержал инициативу ЛДПР И предложил псковскому губернатору Михаилу Ведерникову Ограничить сферы деятельности, где могут работать мигранты Так еще и репостит инициативы Лидера либерально-демократической партии Леонида Слуцкого В частности, информацию о готовности последнего Выплатить 5 миллионов рублей За поимку тех, кто глумился над пожилым жителем Курской области На разошедшемся по сети видео У других псковских политиков не видим и этого Как, например, у первых лиц областного отделения КПРФ Там, если судить по сайту обкома и социальным сетям Отпуск, ура, каникулы Единственная публикация на сайте обкома за последнее время Про то, как актив КПРФ собрался на партийном собрании В формате видеоконференц-связи И послушал лидера КПРФ Геннадия Зюганова А тот, помимо прочего, рассказал телезрителям Из числа однопартийцев Про гуманитарную помощь Курянам И про то, что, цитирую Сегодня англосаксы провоцируют наше столкновение Ядерный конфликт и роль партии коммунистов Состоит в том, чтобы не допустить этого Я так понимаю, что теперь у псковских зюгановцев Помимо защиты памятника Ленину И празднования юбилеев писателей Появляется еще одна задача Не допустить ядерного конфликта И противостоять англосаксам Галантерейщик и кардинал Это сила На фоне этих глобальных вызовов Которые во весь рост встали перед местными зюгановцами Даже как-то неловко напоминать им Про избирательные кампании в Псковской области В региональной столице В новеобразованных муниципальных округах И Гдовском районе Напомню, в Гдове коммунисты решили Вообще не выдвигать своего кандидата Но и там, где они кого-то выдвинули Активности пока не проявляют И в целом не видно их от слова совсем Между тем, до голосования остается уже всего две недели В самом разгаре агитационный период Стали видны какие-никакие АПМ Начиная с печатных бюллетеней кандидатов в районах И заканчивая крупными уличными формами Как у кандидата от ЛДПР На довыборах депутата Псковской городской думы В этом смысле все пока достаточно предсказуемо Но есть и неожиданность За последние годы жизни в условиях Так называемой новой политической реальности Все мы привыкли к тому Что поляна зачищена Чужие здесь не ходят И на выборах все несистемные элементы Фильтры не проходят Барьеры не перепрыгивают И под разными предлогами В том числе по суду От избирательного процесса отсекаются Электоральные киллеры их атакуют Жертвы от оппозиции как могут защищаются Один бежит, другой догоняет Таков непреложный закон жанра В этот раз наблюдаем иную ситуацию Если не считать нескольких незарегистрированных фриков и ноунеймов Никого с выборов не снимают Все в строю В том числе 32 кандидата от Псковского яблока Зарегистрированных в качестве участников 11 избирательных кампаний В том числе на выборах главы Гдовского района И депутата Псковской городской думы по избирательному округу номер 5 Ну да, Гдовского кандидата Яблочника Оштрафовали за незаконную агитацию Но не снимают До сих пор не оправдываются прогнозы тех Кто предполагал, что все в этом смысле будет как обычно Раз уж идут на выборы вечные кандидаты и электоральные киллеры А такие неформальные титулы Закрепились за Игорем Романовым Не раз торпедировавшим на выборах тех же яблочников И слышавшим свой адрес упреки В подыгрыше кандидатам от партии власти Но и Романов сейчас былой активности не проявляет Действует как будто бы в другом амплуа Он теперь уже не представитель партии Роста А секретарь регионального отделения парламентской партии «Новые люди» Укатил на минувшие недели в какую-то не очень понятную командировку Санкт-Петербург и Карелию Зачем? Почему? Не ясно Тем более на финише выборов Когда перед всеми участниками забега Вроде бы стоит задача Идти к избирателю Чего-то предъявлять ему Банально повышать уровень собственной узнаваемости в массах Это актуально для абсолютного большинства Участников выборов от политических партий Собственных раскрученных медиаресурсов В региональных отделениях партий нет В эфир государственных СМИ их не зовут И только понимаешь Псковская лента новостей на своих площадках Традиционно дает возможность высказываться всем Правым, левым, центристам, власти, оппозиции Представителям больших парламентских партий И малых политических объединений Танцуют все! Вот и в этот предвыборный сезон Мы проводим на радио дебаты Уже завтра, то есть в среду, 21 августа В студии ПЛНФМ соберутся участники До выборов депутата Псковской городской думы А в следующую среду, 28 августа К нам на огонек заглянут кандидаты На выборы главы Гдовского района Не пропустите! Начинаем, как обычно, в 13.05 Ну а на минувшей неделе В прямом эфире прошел круглый стол На тему 25 лет эпохи Владимира Путина И здесь следует напомнить, что ровно четверть века назад В августе 99-го Произошли события, которые во многом предопределили Ход политических и общественных процессов России На десятилетия вперед Во-первых, главой правительства стал Владимир Путин Которого тогдашний президент Борис Ельцин Представил как своего преемника И спустя несколько месяцев Владимир Путин стал исполняющим обязанности Главы нашего государства Ну а затем победил на выборах Во-вторых, ровно 25 лет назад Стартовал процесс партстроительства Под парламентские выборы 99-го года В Кремле начали создавать движение единства Которое затем, после объединения с Отечеством И всей Россией превратилось в единую Россию Партию власти, которая многие годы доминирует И является проводником курса действующего президента Вот о том, как 25 лет назад все начиналось Какой путь пройден страной и нашим регионам Что изменилось Мы и поговорили с тремя свидетелями И участниками событий далекого 99-го Действующим региональным парламентарием Экс-депутатом Госдумы и Верховного Совета РСФСР Виктором Антоновым Бывшим полномочным представителем Президента России в Псковской области Дмитрием Хритоненковым И директором фабрики «Славянка» Экс-депутатом Псковского областного собрания Еленой Косинковой Все они 25 лет назад Выступали в поддержку Владимира Путина Тем интереснее было узнать их мнение О 25-ти годах нашей эры Если пропустили, запись программы легко найти На сайте Псковской ленты новостей И в группе ПЛН ВКонтакте Посмотрите, послушайте Как мне представляется В сказанном есть пища для размышлений На этом все на сегодня Будьте здоровы и помните Если вы не занимаетесь политикой Политика займется вами Полная и объективная картина региональной политики В программе «Гонки по вертикали» С Александром Савенко Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...